Здравствуйте, в эфире телеканал Совершенно Секретно, в студии Станислав Кучер. У нас сегодня, пожалуй, одна из самых благодатных журналистских тем, серийные убийцы и характеры их преступлений. Убийства детей нынешней весной взбодоражили все общество. Красноярск, Новгородская область, Подмосковье, Самара. Слово «маньяк» опять стало гулять по всей стране. Эксперты вывели даже своеобразную статистику. Еще в 1998 году подсчитали, что в России в течение года действует, вот на тот момент получилось около 115 серийных убийств. То есть 115 серийных убийств в течение года броют по стране и творят свои нехорошие дела. Такие же подсчеты пробовали подводить позже, и каждый год получалось примерно одно и то же число. Итак, кто такие маньяки? Что движет серийным убийцей? Эти люди рождаются такими, они становятся такими в результате воспитания или каких-то жизненных обстоятельств. О всем этом мы будем говорить сегодня с психологом Михаилом Виноградом. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Давайте сначала попробуем дать простое определение слову «маньяк». И когда оно впервые прозвучало в русском языке, в советской прессе. То есть определение и немножко истории. Маньяк – это человек, одержимый какой-то навязчивой сверхценной идеей, манией. И термин «маньяк» вообще в психиатрии, в психологии существует столько, сколько существуют эти науки. Соответственно, это вовсе не обязательно убийца, да, это может быть любая абсолютная держава. Это Саратовский маньяк. Сидел в сарае деревенский учитель. Но своим упорством и маниакальной устремленностью совершил мировое открытие. Поэтому «маньяк» в плане криминальном, как термин, появился, ну, во всяком случае, вошел в обиход в советское время, в 60-е годы, когда, особенно после того, как был такой убийцей Анисян, так называемый «Мосгаз», который вместе с сожительницей ходил, представлялся монтером «Мосгаза» и убивал стариков, детей, кто окажется в квартире. Его, к счастью, задержали довольно быстро, после шестого убийства. Вот тогда пошла речь о серийных убийцах и о маньяках. Трудно сегодня найти человека, который не знает зловещих фамилий Чикатило, Головкина, Сливко. Но мало кто знает, что жертв этих чудовищ могло бы быть гораздо меньше. Если бы в далеком 1963 году, поймав первого советского маньяка, криминалисты и психиатры использовали ключ к разгадке, который был у них в руках. Но этим ключом не воспользовались. Москва, 1963 год. В столице поползли зловещие слухи о безумце, который без видимой причины зарубил топором несколько человек. Преступник просто звонил в квартиру и на вопрос, кто там, отвечал «Мосгаза». После того, как дверь открывали, он убивал жертву, не забирая ничего ценного из квартиры. Москва запаниковала. Детям строго-настрого запрещают открывать дверь незнакомым людям. В больнице оказываются несколько ни в чем не повинных работников «Горгаза». Сотни шутников бегают по квартирам, звонят в дверь и на вопрос, кто там, с давленным голосом отвечают «Мосгаз» – самая зловещая шутка того времени. Поймать маньяка не могут. У милиции просто нет такого рода практики. Кто же он, этот кровавый газовщик? Декабрьским днем 26-летний Владимир Иоаннисян вышел из автобуса на Балтийской улице. Зайдя в дом, он поднялся на пятый этаж и позвонил в квартиру. «Кто там?» – спросил детский голос. «Мосгаз», – ответил Иоаннисян. Дверь открылась. Последнее, что увидел 11-летний мальчик, это занесенный над ним топор. Зарубив ребенка, Иоаннисян спокойно ушел, прихватив 60 рублей и флакон одеколона «Шипр». Владимир Иоаннисян стал первым официальным в советской истории маньяком. Человека, который наводил ужас на Москву и сделал аббревиатуру «Мосгаз» с символом смерти, поймали в конце января 64-го года. Его заковали в наручники, а в начале февраля расстреляли. Судебный процесс был настолько скоропалителен, что психиатры не успели изучить необычный для страны развитого социализма феномен. Никто тогда не мог предположить, что Иоаннисян не будет последним. Что в будущем подробное изучение этой аномалии могло бы помочь в поимке Чикатило, Сливко, Головкина. От газовщика просто избавились, так и не поняв, почему, как утверждает статистика, на 10 миллионов человек один становится маньяком. После Иоаннисяна у меня был молоденький мальчик, тоже маньяк, музыкант. А вас вы сразу объясните, чтобы зрители правильно поняли. То есть у вас вы чем в этот момент занимались? Я психиатр-криминалист, я занимался проблемами поведения личности, возглавлял долгие годы военизированный центр в системе МВД по разработке специальных исследований. Тогда это называлось психолого-психиатрическая защита войска населения. И перед тем, как меня пригласили на службу, я был судебным экспертом в институте имени Сербского. Вот тогда у меня был первый маньяк, мальчик, курсант мореходного училища, музыкант из семьи музыкантов, прекрасный, воспитанный, образованный, деликатный мальчик, который первую жертву задушил, изнасиловал под окнами горкома партии в крупном приморском городе, вторую жертву в скверике. И вот почему я делаю на этом акцент. Горком партии – особо охраняемый объект. И КГБ тогда, и милиция рядом. Маньяки обладают особым звериным чутьем. Три жертвы у него было, четвертая его поймала сама. Оказалось сопротивление. Вот маньяки обладают особым звериным чутьем. И люди, которые испытывают тягу к сексуальному удовлетворению через убийство, насилие и истязание жертв, вот эти люди в криминальном плане и называются маньяками. Когда-то мальчика звали Сережа, Сережа Головкин. Это позже появится наводящий ужас кличка Фишер. Кличка маньяка, который за 6 лет зверски замучил и убил 11 невинных жертв. Однажды у него был такой приступ ярости. Правда, я не был свидетелем этого. Мне рассказывал Коля Косяенко, мой одноклассник, что, в общем-то, он сказал публично, что я представляю вас всех горящих на кострах. Выпуск 10-го класса школы номер 167 дал обществу двух известных людей – солисток группы «Крематорий» музыканта Армена Григоряна и маньяка Сергея Головкина. Армен вспоминает, что в школе Головкин был сутуловат, прыщав, девчонками не интересовался, да и на него никто внимания не обращал. Зато любил фантазировать, представляя, как мучает одноклассников. Впоследствии все совершенные убийства, главным образом мальчиков-подростков, Фишер объяснял жаждой мести за пренебрежение к нему сверстников. Это один из мотивов маньяка – отомстить за унижение в детстве. И он был такой тихой, вот такой тихий омут. И вызвать его пройти через вот эту вот ширму его вот такой стены было невозможно. Хотя при всем при том, мне кажется, что он такой был вроде бы, ну, сложен нормально, был высокого роста. Ну, может быть, он был несколько некрасив и, может быть, не очень хорошо так как бы смотрелся в глазах девочек, но мне кажется, они его вообще-то на не интересовали. То есть такое ощущение, что он вообще ничем в этой жизни не интересуется. Головкин был из сложной семьи. Отец – пьяница, часто избивал мальчика. Сережа вымещал свою злобу на животных, убивал кошек и сдирал с них шкуру, наслаждаясь мучениями жертвы. При этом Головкин прекрасно учился, получал только отличные оценки. Окончив школу с серебряной медалью, Сергей поступил в сельскохозяйственную академию. А в 1982 году стал работать на Первом московском конном заводе, расположенном в Ближнем Подмосковье, на территории правительственной дачной зоны. Здесь он купил гараж, который стал камерой смерти для доверчивых подростков. Насколько я понимаю, у него было… Он любил визуально наблюдать, как подростки бивают друг друга. Вот, то есть, никогда не мог представить, что это он. Видимо, наверное, все вот эти вот громкие преступники, их поэтому долго ищут, потому что их сложно выявить. Всегда там какие-нибудь хулиганы ярые, они все равно на виду. И вот такие тихони, они как раз и переворачивают иногда психику человечества. Милиционеры, которые арестовали Фишера, отметили, что при общей заурядности лица, глаза у него, как у Кашпировского. Остановившийся гипнотизирующий взгляд притягивал внимание. Суд-медэксперты решили, что Головкин вменяем в отношении всех предъявленных ему обвинений, хотя и имеет признаки шизоидной психопатии. 19 октября 1994 года, спустя два года после ареста, зоотехник-садист был приговорен к расстрелу. Я бы не хотел, чтобы создалось впечатление, что большинство нападений и такого рода преступлений совершаются психически больными людьми. Мы имеем ряд раскрытых преступлений, кстати, многие из них были освещены в средствах массовой информации, когда преступники были не просто опустившиеся люди, не просто лица безопределенных занятий, даже места жительства, а вполне уважаемые члены общества. В обычной жизни маньяки действительно ничем не выделяются. Именно этим можно объяснить сложность их выявления и ареста. Все необычное и аномальное происходит внутри. Этот процесс незаметен для прохожих и милиции. В мире их фантазий любовь не связана с романтическими переживаниями. У них не возникает свойственного влюбленному человеку чувства привязанности. Они не понимают языка жестов, взглядов. Для них любовь значит жестокость. Жестокость с самого детства. Мальчик видит, что есть более слабые, и он избивая, нанося какие-то повреждения, унижая ребенка, он получает внутреннее удовлетворение. И вот это внутреннее удовлетворение, вот здесь начинается очень интересная вещь, когда вот это удовольствие от того, что я совершил некий поступок, из-за того, что я унизил, пока не важно каким образом, пока не важно каким способом я унизил более слабого, ту же самую девочку, того же самого мальчика, я получаю внутреннее удовлетворение. Особым чутьем обладают маньяки, до этого упомянув, где вот тот конкретно парень из мореходки совершил свое убийство. Горком партии Сквер. Это особое чутье по отношению к чему? К особо охранимым объектам? Нет, к тем, кто его ловит. Особое чутье к ситуации. То есть это, не знаю, как секс на публике, что ли? То есть их это заводит еще дополнительно или как? И секс на публике тоже, но тут ведь особенность. Ходят люди мимо горком партии, за ними смотрят сотни глаз. Вот как ему удалось в шесть вечера, летом, при полной освещенности, совершить эти три преступления? Ну, с каким-то интервалом, с двухнедельным. Значит, вот ловят маньяка. Это большая проблема его поймать не только потому, что милиция плохо работает. Не только потому, что милиция не знает, как ловить маньяков. У нас нет специалистов по их поимке. У нас есть специалисты по домушникам, карманникам. Вот пора создавать какой-то отдел, как на Западе, по таким маньякам. Так вот, маньяки обладают звериным чутьем. И когда вы задали вопрос, что происходит, откуда маньяки берутся, маньякам можно родиться, либо унаследовав, как сын Чикатило, папиной особенности, либо в случае каких-то проблем внутриутробного развития плода, либо стать маньяком в любом возрасте, если у человека повреждаются определенные отделы глубинных структур головного мозга. Ну, то есть, вариантов довольно много. Да. Начиная от генетических, заканчивая уже приобретенными в результате жизни в нашем замечательном обществе. Скажите, пожалуйста, Михаил, а все-таки в Советском Союзе до 60-х годов и вообще вот история изучения серийных убийц, она как далеко известна? То есть, понимаете, да, остается такое ощущение, что маньяк – слово, пришедшее в любом случае, наверное, с Запада, да? Мания, маньяк от латинского и так далее. Американцы, я читал исторические записки американцев, да, есть достаточно много в архивах ФБР, хранится информации о маньяках, действовавших в начале века, в конце 19-го века даже. Можно почитать Шерлока Холмса, даже из Канандойла следует, что некие серийные преступники, да, действовали и в Англии, получается, в 19-м веке, а если посмотреть фильм «Парфюмер», получается, что и, собственно говоря, в 18-м, ну и, наверное, на протяжении всей истории рода человеческого. Вот вам на эту тему, как профессионал, что-нибудь известно? Какие-то легендарные случаи, легендарные личности, маньяки, исторические? Конечно, ну, самое... А тот же Дракулу, извините, вы считаете маньяком или не считаете? Это отдельная категория, это здесь надо отделить вымысел от фактов, потому что Дракулу вообще числят вампиром, а не сексуальным маньяком, а вот Джек Потрошитель лондонский, это, безусловно, маньяк, и говорят, что это сейчас уже говорят, что это был фельдшер, приехавший из России. Лопес, я не помню его второго имени... Это антипиар такой российский просто, я думаю, в последние времена. Я думаю, тоже. Наверное, Березовским, Луговым и так далее. Думаю, тоже так. Лопес совершил убийство и изнасилование трехсот девочек почти по всей его шести сопредельных государствах. Он орудовал. Это примерно 150-200 лет тому назад. А Америка начинает исчисление, как государство самостоятельное всего 200 лет того... Ну, сколько Америки 200 лет? С первого дня по Америке гуляют маньяки. Они все зафиксированы, есть специальные исторические справки. Ну, последний вот на слуху у нас Вашингтонский снайпер. Значит, маньяки были, есть и будут. К маньякам можно, конечно, отнести хорошо известную со школьной литературы Салтычиху. Она же истязала и забивала до смерти своих крепостных. Конечно, тогда ее не относили к маньякам, потому что убить крепостного, забить его, запороть, это было обычным делом. А вот в советские времена есть один интересный момент. Кто-то из губернаторов, по-моему, Ткаченко, сказал, что он в советское время спокойно ходил по улицам и не боялся ни маньяков, ни никого. Конечно, государство предоставило маньякам в советское время работу. Это были сотрудники НКВД, ГПУ, там, кого хотите, ЧК. Это были так называемые вертухаи в лагерях. Это были следователи от самого низшего звена до Меркулова, которые получали цидистическое удовольствие, истязая жертв, заключенных, получая удовольствие сексуальное и еще получая за это ордена и медали, за так называемое раскрытие. Вот когда кончилась эра еще не Сталина, еще не Хрущева, вот когда кончилась реально эра садизма, разрешенного государством, эта публика оказалась выброшенной на улицу. И тут-то они и стали гулять по стране, да, в пределах 100-150 человек ежегодно отслеживается количество маньяков. Вот они вышли на волю из клеток, из лагерей, отовсюду. Поэтому говорить о маньяках, ну, к маньякам можно отнести почти всех следователей там 35-37 года. Всех оперативных работников, которые занимались допросами, не ловили, а занимались допросами. Значит, это вот сторона такая социальная. Не, но они-то были люди подневольные все-таки. Ну, как подневольные. Ну, так, человек работал, понимал, что если он откажется допрашивать человека именно такими способами, значит, он просто потеряет работу тут же. Поэтому это такие. Понятно, что для того, чтобы истязать человека с завидной степенью регулярности, нужно обладать особым психическим складом. Но если делать что-то подневольно, наверное, это превращает тебя из маньяка просто в какого-то несчастного человека. А маньяк, это человек, который, как я понимаю, делает все по собственной воле. Конечно. Ему хочется, ему нравится, он получает от этого удовольствие. Конечно. Конечно. И на службу туда шли именно получать удовольствие. Я не готов всех на 100% отнести к маньякам. Но то, что маньяки получили отток в эти службы и возможность реализации, это, к сожалению, факт бесспорный. Ну, если, кстати, посмотреть те же самые американские фильмы, начиная с момента создания американского кинематографа, то в роли маньяков и убийц там присутствуют, с одной стороны, собственно, преступники, а с другой стороны, всегда это начальник тюрьмы, нехороший полицейский какой-нибудь, в основном представители закона и власти. Вы правильно затронули эту тему. Моя докторская посвящена психологической деформации сотрудников милиции и преступному поведению с этим связанным. Я занимался отбором и руководил отбором, методы отбора разрабатывал. Так вот, процентов 30 вновь поступающих в милицию поступают по криминальным мотивам. Ну, то есть, потому что руки чешутся, грубо говоря. Совершенно верно. Раньше их отсеивали, потом отбор сломался, сейчас отбор начинают восстанавливать. Но 30 процентов стабильная цифра из вновь поступающих из гражданского, так сказать, контингента, люди, идущие с садистическими наклонностями, с желаниями грабить, получить оружие, истязать и так далее. Сколько их отсеивают сейчас, я не готов сказать точно. А в то время, когда я руководил этой службой, мы до 30 процентов не пускали на службу. К теме маньяка в форме мы еще вернемся. Сейчас немного конкретики. В прошлом году в Москве был задержан так называемый битцевский маньяк. Преступления серийного убийства были ограничены на территории битцевского парка. На тот момент, когда он находился с последствием, он подозревался в срешении нескольких десятков убийств с 2000 по 2006 год. Одним из замыкающих в цепочке преступлений стало убийство женщины. Ее зверски убили, забив в голову два кола. В общем, страшное было преступление. Откуда подобная жестокость, на ваш взгляд, берется в человеке? То есть, откуда, где природа именно подобной жестокости в совершении преступлений? Битцевский маньяк. Ну, там один человек, извините, вашингтонский снайпер, он просто стрелял в людей, и все, ему нравилось стрелять. Да, он весь мир видел через оптический прицел. А каким нужно быть человеком для того, чтобы зверски убивать себе подобных? Убивать с помощью огнестрельного оружия легче, потому что всегда существует дистанция между жертвой и убийцей. А вот Битцевский маньяк, Пичушкин, он, в общем-то, психически нездоровый человек. Другое дело, что он отдавал отчет в своих действиях, он вменяем, но у него с детства были проблемы с психикой, он состоял на учете в диспансерии, он не был допущен до службы в армии как психически нездоровый. Вот такая садистическая жестокость, она возникает при сломе каких-то глубинных структур головного мозга. Очень конкретных. Мы их знаем, их хорошо знает профессор Бухановский, он занимается, ну, скажем, профилактикой, если так можно выразиться, маньячного поведения. Вот все внутри головы. Уровень социального контроля, уровень степень сохранности личности, взглядов, психологии, позволяет оценивать маньяка как вменяемого, ответственного за свои действия или невменяемого. Бухановскому люди идут лечиться, почувствовав себе зарождающуюся агрессию на том уровне, когда они осознают опасность этой агрессии. Печушкин не хотел лечиться, избегал психиатров, алкоголизировался, это важный разрешающий фактор у любого человека, снимающий уровень социального контроля. Сейчас вспомнили о психиатре Александре Бухановском. Он одно время выступал с лексами в Штатах, в закрытом подразделении ФБ о деле по борьбе с серийными убийствами. Вы как раз говорили, что неплохо бы у нас создать подобные. И именно ему принадлежит теория, которая названа феноменом серийного убийца. Основаясь на этой теории, Бухановский объясняет психологию маньяков. Давайте сейчас посмотрим вместе с нашими зрителями фрагмент его интервью, и вы потом прокомментируете, насколько с вашей точки зрения эта позиция имеет право на существование. Мы, исследуя этот феномен, мы работаем в этом направлении, в этой проблеме уже 15 лет. И мы обнаружили, ну, наверное, не мы, мы пообобщили и наш материал, и материал, известный в литературе. Мы не единственные, кто здесь работает. Мы обнаружили, что возникновение феномена серийного убийцы, или мы его называем феномен Чикатило, потому что Чикатило как бы самый яркий из известных мне представителей, с которыми я работал, представители этого нашего исследования. Этот феномен не возникает случайно. К нему есть предрасположение. Когда мы предрасположим, предрасположение означает те факторы, которые влияют на это предрасположение, не являются фатальными. Это предрасположение включает три, я называю это три блока, три составляющие части. Первая часть это своеобразное устройство мозга этих людей. Это называется морфо-фонс, церебральное предрасположение. Я избегаю научных слов предиспозиций и так далее. Второе, у них особая, определенная форма сексуальности. Они нормальные с точки зрения сексологии нормальные люди. У них определенная форма этой сексуальности. Я сейчас чуть позже скажу. И тут у них особые определенные свойства характера и, как мы говорим, личности, особенности личности. Вот все три составляющие части предрасположение. Это, как я в таких случаях всегда говорю, это как атомная бомба. Вот есть две части, но они не взрываются. Они их каким-то образом соединяют мгновенно и возникает цепная реакция. Точно так же и здесь. Предиспозиция каждой из этих частей в отдельности, скорее всего, не работает. Мы все эти части видим у всех сильных убийств совокупно. А мозговая предиспозиция скажет другой человек. Сексуальная предиспозиция, предрасположение. Есть такое понятие, половая конституция. Это вариант нормы. Это возможности сексуальные человека. Один может больше, другой меньше. Но она может быть сильная, средняя, слабая. Вот у них средняя или слабая конституция. О чем говорит, что слово слабая конституция? Они живут нормальной половой жизнью, с этих позиций у них все в порядке. Но вариант поломки в каких-то необычных условиях у них гораздо выше. И часто бывают сбои в деятельности сексуальной сферы. Это материал довольно хорошо изучен на студии сербского лаборатории Андрея Анатольевича Ткаченко. И личностное предрасположение. Это люди своеобразного характера. Это люди, они могут быть интеллектуально одарены, хотя сверх одарены, мы судейских убийц не видели. Но это обычные люди интеллектуально. Но это люди, которые совершенно у них очень серьезные проблемы в коммуникации, в общении. Им очень трудно вести общение неформальное. формальное в обычной школе, в классе, в тром коллективе у них проблем как бы не бывает. Вот неформальные, которые основаны в чувствах симпатии, антипатии, общения с лицами противоположного пола. Это очень трудно. Это люди с затрудненной коммуникацией, с затрудненным общением. Второе, это люди без интуиции. У нас очень много значит называется невербальное общение, невербальный язык. Когда какие-то особенности тона, голоса, жестикуляции дают нам больше, чем сама речь. Человек может сказать нет, но мы всегда понимаем, что это может быть скорее всего да. Они лишены этой интуиции, поэтому попадают все время в просаг. Они не могут читать между слов, они не могут читать мимику. Следующие это лица, которые с детства у них не воспитаны возможности самозащиты. И в силу всех этого комплекса это люди, у которых часто поломки, они изначально люди с пониженной резкой, пониженной самооценкой. Это очень тягостное чувство. Потом следующее, они весьма ранимые, обидчивые. В силу этого они легко вступают в конфликт. Причем этот конфликт может внешне незаметен. А вот внутрь они внешне как бы бесстрастные могут быть, а внутри эти самые горячие переживания. Как в котле ада иногда варятся длительное время. Вот особенности. Итак, насколько с вашей точки зрения правомерно теория Бухановского составляющие и как Бухановский сказал, три составляющих необходимы для того, чтобы сработал феномен серийного убийцы. Если одна из этих трех отсутствует, то маньяка не будет. На сто процентов Бухановский прав. Я вообще отношусь к нему с глубочайшим уважением как к ученому. И он абсолютно прав. И не только он и другие психиатры, кто так или иначе сталкивается с серийными убийцами, с маньяками, приводят это сравнение с атомной бомбой. Две части сами по себе не опасны. Как только мы их соединили, происходит взрыв. У маньяков три части, может быть, даже есть какая-то еще не изученная четвертая, но это совершенно правильное и точное повреждение, конкретное повреждение в конкретном месте головного мозга, это определенная сексуальность, которая в быту никак себя не проявляет и достаточно слабая сексуальность, не сильная. И социальные факторы коммуникабельности, общения, вот это три основные составляющие. Давайте я попробую сейчас сразу уточнить. Мы сейчас говорим таким образом о серийных убийцах на сексуальной почве. Да, о маньяках. Потому что, допустим, человек, который просто убивает, тот же вашингтонский снайпер, получается, не является маньяком. Маньяк. По-моему. Но он не попадает в категорию обсуждаемых нами, получается, людей. Потому что какая... Или у него тоже некая повышенная сексуальность или наоборот ущербная сексуальность. И причем здесь сексуальность в его случае если он убивает на расстоянии. Дальше, опять же, люди, которые убивают себе подобных, но не насилуют их, даже если это женщины. Они относятся к категории обсуждаемых нами или нет? Относятся. Была женщина-маньяк в Москве, на Севастопольском проспекте убивала мужчин и получала от этого сексуальное удовольствие. Проблема состоит не в прямом насилии, Печушкин Строяков не насиловал. А вот его ритуальные действия вбить кол в голову, воткнуть ветку в разбитую голову, вот эти действия давали ему ощущение сексуальной удовлетворенности. У меня на экспертизе... Извините, прошу прощения, опять же, вашингтонский снайпер или там не он, есть масса других примеров людей, которые, опять же, расстреливали своих жертв. Там присутствует какой-то сексуальный мотив? Присутствует. Я как раз хотел рассказать случай, который из моей собственной практики, у меня на экспертизе был молодой человек, пропал его друг. Друга стали искать, нашли в колодце тело без головы. И к этому парню пришли просто расспросить, когда он последний раз видел друга, вне всяких подозрений к нему. и милиция почувствовала, какой-то, он жил в однокомнатной квартире, какой-то странный запах. Пока на кухне допрашивали, беседовали с этим человеком, оперативник пошел в комнату, запах от постели, откинул одеяло, там обжаренная голова его друга. Когда убийца понял, что он разоблачен, он схватил кухонный нож и от уха до уха располосовал себе шею. Его спасли. Он не все перерезал, чтобы умереть. Его спасли. И вот он у меня на экспертизе. Мы беседуем с ним. Я тогда был младшим научным сотрудником, но уже со степенью, а консультировала меня очень опытная психиатр советский Вера Линовна Пивоварова такая, очень опытный старший научный сотрудник. Вот мы с ней ведем беседу. Не с ней, а вместе с ней беседуем с подэкспертом. Он начинает рассказывать все о себе. Когда он доходит до момента, как он полосовал себе шею, у него случается оргазм, он краснеет, бледнеет, просит извинения пойти поменять белье. Он не насиловал друга, он получал сексуальное удовольствие от того, что он спал в обнимку с обжаренной головой. Через год, в сентябре 1999-го, девушка, которую вы видите сейчас в кадре, будет убита, зверски убита. Лена станет седьмой жертвой маньяка, который несколько месяцев подряд душил черными лентами-удавками самых красивых девушек Смоленска. Полгода Смоленск был охвачен фатальным страхом. В городе периодически исчезали девушки в возрасте от 15 до 23 лет. Никто не знал, как выглядит маньяк, никто не знал, кто станет следующей жертвой. На поиски убийцы были брошены все оперативные службы. Криминальная милиция, участковые, прокуратура, управление ФСБ, но прежде чем маньяка поймали, еще две доверчивые девушки стали жертвами смоленского душителя. Одной из потенциальных жертв чудом удалось спастись от смерти. Черная лента, на которой ее повесил душитель, порвалась, и она смогла убежать. Случайно избежавшая гибели девушка описала человека, который пригласил ее на свидание как высокого молодого парня, одетого в военную камуфляжную форму. По составленному словесному портрету сотрудник управления ФСБ опознал 22-летнего Сергея Черного, работавшего охранником на рынке. Черного арестовали. На первом же допросе выяснилось, что у Сергея нет алиби ни по одному случаю убийств. Кроме того, в его доме провели обыск и нашли золотые украшения, снятые убийцей задушенных девушек. Суд признал Сергея Черного невменяемым и назначил ему принудительное лечение в психиатрической больнице стационарного наблюдения. 24 июня 2001 года Сергей Черный отменного здоровья 23-летний парень неожиданно в течение двух дней умер от серозно-гнойной пневмонии в больнице, где проходил лечение. Из неофициальных источников нам стало известно, что он был отравлен по заказу родственника одной из убитых девушек. Должно феноменальное нарушение психической деятельности человека, наверное, еще до рождения, в момент рождения или потом все-таки когда это происходит. И что опять же когда Бухановос, когда вы говорите о том, что изменения в морфологии головного мозга, в структуре головного мозга, что это за такие изменения должны быть ужасные, направленные именно в эту сторону? У нас есть такой отдел в головном мозгу гипоталамус, в нем есть ядра, отвечающие за агрессию и сексуальную агрессию. И когда мы говорим о маньяках, они далеко не все насилуют своих жертв. Они получают извращенное сексуальное удовольствие от того, что один поедает части тела жертвы. Ну, это мы уже поняли. Вопрос в том, как раз они такими рождаются или они такими становятся? Они могут и родиться такими, и стать такими. Перенес человек на нейроинфекцию повредился этот участок головного мозга, он стал таким. Упал ему на голову кирпич, он шел по стройке. Вот именно этот участок мозга поврежден, он стал таким. Другого ударили ломом по голове, но этот участок головного мозга не задели. Он больной человек, у него припадки, но он исключительно добр и не агрессивен. Вот только маленький, буквально микроскопический участок головного мозга обеспечивает маньяку такое поведение, такое желание, такое стремление. Путешественники, мореплаватели 16-17 веков оставили очень много записей о посещении островов Океании, допустим, африканских племен различных, особенно центральной и Южной Африки. И можно найти описание в книге того же Даниэля Дефора Бензон Круза и многих его современников, описание каннибализма, который встречался во время путешествий. И там тоже описываются достаточно ужасные сцены, я недавно одну из таких книжек прочитал, там просто все воспроизводить нельзя, все ритуалы, как и какие части тела и с каким остервенением люди ели. Но это являлось частью их традиции. Культуры. Конечно, культуры, традиции, то есть с точки зрения своей среды они были абсолютно нормальными людьми. То есть у них с мозгами в этом смысле все было в порядке изначально? И можно ли сравнивать, допустим, тех же самых каннибалов, дикарей с маньяками дня сегодняшнего? Да, сравнивать их можно. У них были особо устроенные мозги и особо устроенные... Вот, а вы, речь, извините, или у них было все в порядке с мозгами, просто время и обычаи диктовали необходимость поедания своего врага? Нет, обычаи диктуются из головы. Обычаи все-таки мы создаем сами. Мы сейчас говорим и обсуждаем проблему эвтаназии. Но у северных народов существовала испокон веков смерть от легкой руки, когда, собственно, у папу или маму престарелого, передвигающееся кочевное племя, особенно в зимние времена в тундре, тихонечко душили. И это было нормой. Вот мы все время идем на грани анализа глубоких исторических фактов из современного общества. Попробуйте в мусульманском мире, если женщина, посмотреть, что будет с женщиной, если она пойдет без платка на голове. Я летал на катастрофу, на оказание помощи в Иран. Шведку чуть не забили, она сошла камнями натуральным образом. Там медсестра сошла с самолета без платка на голове. На нее толпа накинулась, она прилетела их спасать. Но ей нашли косынку. Вот проблемы менталитетов, взглядов, культуры. Мозг наш человеческий, наш интеллект создает обычаи и нравы культуры применительно к условиям среды. Да, съели кука аборигена, как поют в песне. он попал к ним белый человек в черное племя. Ну, что делать? Правильно, для этих аборигенов съесть, как говорят, что кукну не съели, по одной из теорий, а просто убили, но вопрос не в этом, а в том, что для тех же самых каннибалов съесть останки другого человека, живьем, никого не ели, было нормой с точки зрения их обычаев, культуры. Это было нормой. И они понимали, что они ничего ужасного не делают, они не совершают преступления, когда поедают труп своего врага, поскольку, как правило, ели своих врагов. А маньяки дня сегодняшнего, они, совершая преступления, отдают себе отчет в том, что они совершают незаконные, не просто незаконные, а моральные, отвратительные действия. Или нет. Или опять же, человек совершает убийство, а сам перед собой, понимаете, о чем я говорю, перед собственной душой, стоя перед зеркалом, он считает, что он абсолютно прав и ничего зазорного в том, что он делает, нет. А общество вокруг него сумасшедшее. 90% маньяков вменяемы, осознают все, что они делают, гордятся, как Печушкин, своими действиями. Такой маньяк Анаприенко, который после развала Союза остался досиживать свое пожизненное на Украине, чертил крест трупами от одной границы до другой, от южной до северной, от западной там до восточной, это он считал, что это его миссия. Он сознавал, что он делает, он понимал, что это преступно, он прятался от милиции, он убегал, скрывался. Интересный еще есть момент, когда он отсидел 20 лет безукоризненно, он подал касацию на помилование, и комиссия спросила Анаприенко, ты что будешь делать на воле? Дочерчивать свой крест. У него даже мысли нет, что он может жить иначе. Конечно, он остался досиживать и нести свой крест уже в колонии, это бесспорно, но проблема в том и состоит, что они гордятся своими действиями. Печушкин хотел закрыть трупами клеточки шахматной доски, ему надо было 64 трупа. К счастью, он не дотянул, хоть кто-то остался жив. Но они гордятся тем, что они делают. И Чикатило гордился своими убийствами. Маньяки невменяемые, они потом приходят в ужас от содеянного, но их процент чрезвычайно мал. А маньяки, подавляющее большинство, гордятся своими действиями, считают их абсолютно нормальными, они не считают нас сумасшедшими, они себя считают особыми избранными, особой кастой, особыми людьми. И просто или просто удовлетворяют свои патологические потребности. Многие эксперты считают, что маньяками становятся дети, которые росли в неблагополучных семьях. и такой же точки зрения придерживаются и психиатр Александр Бухановский. Давайте сейчас посмотрим второй фрагмент его интервью, и вы потом нам прокомментируете. Я всегда говорю, что сильные убийцы произрастают из детства. Несмотря то, что в нашем материале есть люди, которые вышли из семей социально высоких слоев, вплоть до есть один, который вышел из семьи, где его отец занимал, был одним из руководителей областного крупного масштаба. Мать преподавала в медицинском вузе, имела звание доцента. Он вышел в этом и проблема начинается в детстве. В чем эта проблема? В первую очередь это противоречивые подходы к этим детям воспитания. Эти дети, у нас есть такая система воспитания, аномальная система воспитания, называется эмоциональное отвержение. Эти дети лишены эмоциональных взаимоотношений с родителями. Родители к ним недостаточно ласковые, не уделяют достаточно времени. Если можно было бы сказать так в кавычках, они мешают своим родителям в профессиональной деятельности, в работе, в досуге, и довольно... Нет, они могут быть желанные дети. Но знаете, они как игрушка иногда. Ребенок требует внимания. С ребенком надо, особенно с мальчиком. Ему нужны в том числе и физические проявления ласки. Его надо погладить, его надо поцеловать, ему надо проить внимание, с ним надо пообщаться. Это мать, я с ней разговаривал, с доцентом, как в моей семье мог такой мальчик уродиться? Я столько спасла чужих детей. Я ей сказал, спасая чужих, вы потеряли своего сына. Она уходила, когда он еще спал, а приходила, когда он уже спал. И следующий момент, это семьи, в которых довольно часто мать оттесняет отца на периферию. Отец находится на периферии воспитательного процесса, как бы наскоками появляется. Как правило, в этих наскоках отец проявляет жестокость, жесткость очень, заявляя себя, скорее всего, отца свои проблемы. И ребенок становится тем объектом, на котором отец решает свои проблемы, проявляя к нему жесткость, жестокость иногда. И почти половина этих детей у нас испытала насилие. такой термин, абьюз, насилие физическое их били, моральное их унижали, и сексуальное у нас есть случаи, когда их насиловали, вступали с ними в половые отношения не родители, сверстники, более старшие, а унижения. Вот только один маленький пример приведу. Я сейчас черноколосец отсюда могу? Пожалуйста. Здесь платочек. Уроднее силу керетин, платочек. Один пример приведу из нашего материала. Желая добра своему сыну, мать запрещала ему играть со сверстниками в деревне, когда они уезжали на лето к бабушке. Он считал, что в деревне дети плохие. они могут привлечь к чему-то плохому. И ограничив его двором и собакой, которая там жила. Конечно, для ребенка игра имеет большое значение. Он убегал. Тогда она выходила. Я отлавливала его, как зверя. Обматывала вокруг талии, завязывала на веревку и хворостиной, как скотину, гнала через всю деревню. Пригнав во двор к бабушке, завязывала как на цепце, завязывала вокруг дерева и держала его так сутки. Она и укормила все. Чтобы он не убежал, длинная веревка была, чтобы он не убежал со двора, на эту веревку сажала на какое-то время. Вот это один из примеров. Михаил, как вы прокомментируете то, что сейчас сказал Бухановский, и в частности меня интересует следующий вопрос. Мозговой центр извращенный, о котором мы говорили, он может появиться при рождении, а может сформироваться потом, под влиянием удара лома, кирпича с неба, о чем вы упоминали. Может ли эта особая микросхема в головном мозге появиться благодаря воспитанию? Да, конечно. Первым об этом сказал Фрейд. Бухановский развивает его идеи, его теории применительно к маньякам. Все поведение человека вообще окрашено детскими эмоциями, детскими переживаниями, детскими воспоминаниями. мы все живем в том стиле, в том ключе, ведем свою жизнь, в каком нам в семье это заложили. Ну, в отношении матери, которая сажала ребенка на цепи и гнала его как скотину, наверное, следовало бы ее пообследовать с точки зрения психической патологии. Это особый случай, но, к сожалению, дети из внешне благополучных семей, подчеркиваю внешне, тоже становятся маньяками. Отец Сотра Доновича на работе ребенка не видит, неважно, сына или дочку, мать занята собой, ребенка не видит, ребенку нужна ласка, любовь, поцелуи, объятия, поощрение обязательно, и, ну, сошлюсь на свой опыт, никакого наказания. Детей наказывать не за что. Разбил чашку ребенок, он не знает, что она разобьется, ему надо объяснить, что она разобьется. Сломал игрушку, он не знает, что ее можно сломать. Ребенок вступает в жизнь, и по пути во взрослую жизнь его надо учить, а не наказывать. Вот тогда мы не получим ни садистов, ни маньяков, ни моральных уродов в каких-то иных областях. Все, что, вы правильно сказали, плата, вот что-то нанесено на платы в головном мозгу, но должны быть еще обстоятельства, которые запускают эту программу, программу жестокости, садизма, программу мести обществу. Мать обижала, или там отец обижал, Печушкин, он же убивал пожилых людей, почему? Отец и дед его обижали по его мнению, не так воспитывали, не так к нему относились. Он выбрал в жертвы пожилых людей, соответствующих по типу, по конституции, по возрасту его деду. Так что я полностью согласен с Бухановским. Я только еще раз хочу подчеркнуть, что это очень оригинальное направление, такое боковое направление развития теорий Фрейда, с которыми мы долгое время в Советском Союзе не соглашались. А что все-таки должно произойти в жизни человека, для того, чтобы заложенная изначально в его голову, как мы уже назвали, микросхема, начала работать, чтобы это минозамедленное действие взорвалось? Это должны быть все-таки повреждения глубинных структур головного мозга и определенные социальные условия. Окей, хорошо, но вот есть эти повреждения, они заложены там с детства, и микросхема заложена. И человек, тем не менее, живет и ведет нормальную жизнь, лет до 40, например, или до 30, или до 50, а потом вдруг что-то взрывается, и он начинает совершать самоубийство. Станислав, если бы мы до конца могли ответить на этот вопрос, маньяков бы уже не было. Тем не менее, все равно, есть какие-то предположения? Конечно, есть. Это сочетание индивидуальных обстоятельств внешних и все-таки внутренних. Ослабленный организм, неудача в сексе. Ну вот, я знаю давний экспертный случай, не из моей практики. Молодой человек с патологическими чертами характера, достаточно неуживчивый, но тем не менее социализированный, как мы говорим, с хорошей какой-то работой, должностью, в командировке не сумел вступить в интимные отношения с горничной гостиницей. Не получилось у него. Он возненавидел всех горничных. И в каждой гостинице, где потом он был какой-то там наладчик оборудования, много ездил по стране, у него всегда были какие-то связи в гостиницах, вот после этого случая он стал истязать горничных. Он кого-то убил, ну, об этом узнали потом. Кого-то он просто бил, кому-то он, вступая в связь, причинял, садистически причинял мучения. Попался он после нескольких убийств, когда просто сопоставили географию этих убийств с геолог был, кстати, вот и географии, мы говорим, маньяк убивает в одном месте. Как правило, да, Битцевский парк, там, Иркутск, Красноярск, я не знаю, там, какой-то еще город, но, есть профессии, которые перемещают маньяка по стране. Был геолог, который каждый новый сезон начинал в новом месте, и там совершались преступления. Попался опытный оперативник, который сказал, вот это совпало с приездом геологической партии, серии убийств. Запросили маршруты геологов, и тогда, сопоставив все преступления, вычислили конкретного маньяка. Обстоятельство внешнее, пусковым, или, как мы говорим, триггерным, курковым механизмом, может быть, любой пустяк. Любой пустяк. Шел человек по улице, при нем сбило машиной мальчика в пионерской форме. Лужи крови, красный галстук, белая рубашечка. Через какое-то время этот человек начал убивать мальчиков в красных пионерских галстуках. У него была заложена тяга к настоящий пример из истории. Это настоящий пример из судебной психиатрии. Это не, так сказать, неоткуда-то взятые. Это описаны в криминологии описанные случаи. Вот какой-то пусковой механизм. До этого он шел, у него могла, у этого маньяка, могла зреть тяга к убийству, к насилию. Но разрешающим фактором явилось внешнее обстоятельство, которое вдруг ему показало, как хорошо мальчик маленький, рубашечка белая, галстук красный и лужа крови. Слушайте, вот, кстати, мы сейчас с вами говорим об этих вещах, вы так рассказываете, да, не получается ли так, что, может, короче, вообще лучше об этом не говорить, потому что сколько уже было ситуаций, когда показан некий фильм, да, а потом по сценарию убийства, описанного в этом фильме, начинаются действия серийных маньяков по всей стране, в штатах это происходит вообще чуть ли не каждый год, даже когда вышел фильм Оливера Стоуна, сильный, хороший фильм, прирожденный убийца, то по сценарию, по какому действовали главные герои Стоуна, было совершено десятки просто убийств на территории штатов, у нас, как я понимаю, по одного из центральных каналов показывали фильм, в котором жертвой изнасилования стала девушка, по России прокатилась целая серия изнасилований, совершенных по сценарию фильма, вот как быть с этим? Еще в 60-е годы, когда в Советском Союзе показали фильм Рок и его братья, серия аналогичных изнасилований по сценарному сюжету фильма захлестнула всю страну, но лондонский потрошитель был тогда, когда не было ни газет реальных, ни телевидения, ни радио, Лопес, который изнасиловал, задушил 300 девушек, действовал в до-телевизионные, в до-кинематографические времена. Конечно, фильмы, фильмы ужасов, игры, где дети убивают людей без конца, провоцируют, подчеркиваю, не формируют, а провоцируют всплеск, заложенный в данном человеке агрессивности. И в какой-то степени эти фильмы являются для маньяков учебным пособием. Поэтому говорить о маньяках надо, предупреждать население надо, рассказывать, как можно избежать встречи с маньяком или защитить своих детей надо, но надо это делать очень деликатно, очень корректно, чтобы не был рассказ журналиста или показ видеосюжета учебным пособием для дозревающего маньяка. К советам мы перейдем после того, как посмотрим третий фрагмент интервью с Бухановским, в котором он будет рассказывать сейчас о детстве и юности одной из самых легендарных маньяков современности Чикатило. Тот же самый Чикатило, с которым я работал, рассказывал, как в детстве его легко могли обидеть, у него отец сидел в тюрьме, ребята, которые были младше его на несколько классов, он был всегда высокий, сильный, в общем-то, был он человек, его могли обидеть, сказать, ты сын врага там, и он уходил и плакал, хотя они были значительно младше него и физически намного слабее. Вот, например, Чикатило в школе весьма хорошо стремился быть первым учеником, пытался показать себя интеллектуально и продуктивно учеником хорошим. И свидетельские показания, которые давали лица, которые его знали, его даже бывшие училия, и у него очень хорошо отзывались. Второе, все уехали, его призвали в армию. В армии он был правильный солдат. Никогда не бегал в самоволки, как его товарищи, даже тогда, когда отпускали, как это называется, когда солдат отпускает, даже тогда, когда солдат, все солдаты уходили в официальное увольнение и ему предоставляли увольнение, он оставался, а не шел в увольнение, потому что при всем желании каких-то интимных отношений, знакомства с девочками, он страшно боялся, что он будет несостоятельным. Это проявлялась его резко пониженная самооценка, он избегал этого, хотя к этому стремился. Но зато он шел в комнату боевой и политической подготовки, брал труды Ленина, Маркса, Энгелса, читал и был передовиком в области боевой и политической подготовки. Чикатило ловили 11 лет. За это время в деле лесополоса скопировались материалы по 55 убийствам. В 90-м году его поймали, в 94-м по приговору суда расстреляли, якобы расстреляли. Почему говорю якобы, потому что потом в прессу просочилась фотография якобы из архива МВД, где он лежит лицом в кафельном поле, однако следов крови нет и на выпрытом затылке пулевого отверстия тоже нет. Именно тогда появились слухи, что мозг Чикатило продали некому японскому институту за 20 миллионов долларов, потому что был такой запрос на изучение и что якобы были запросы на живого Чикатило и вообще весь мир говорил о том, что не надо было его убивать ни в коем случае, поскольку это ценнейший материал для изучения, для предупреждения подобных преступлений в будущем. А, ваш комментарий по поводу жив Чикатило или нет, и Б, что касается научного материала, стоит ли и надо ли, если надо, то как изучать мозги этих людей? жив Чикатило или нет, я не готов комментировать, я знаю, что такие разговоры велись, думаю, что тогда приговор был приведен в исполнение и не обязательно должна была быть дырка в затылке, если был запрос на его мозг, его могли застрелить с другой стороны и значительно проще лишить жизни, это отдельная тема, то, что сейчас он уже не жив, безусловно, просто хотя бы исходя из возрастных критериев, маловероятно, чтобы он дожил до сегодняшнего дня, а вот надо ли их изучать? Безусловно, да, их изучать надо. Человечество, медицина любая и не только психиатрия развивается на изучении болезней, на обследование и изучение живых людей. Если мы имеем такой феномен, а сегодня мы уже знаем точно, что маньяки есть, существует их много, их будет больше, потому что растет число наркоманов и алкоголиков, а они рождают дефектных детей, часть из которых безусловно станет маньяками, изучать маньяков надо, тщательно исследовать со всех точек зрения, с точки зрения нейрофизиологии, с точки зрения психологии и психиатрии. Есть современные методы исследования, всякие энцефалограммы, компьютерные томографии, которые позволяют определить характер повреждения головного мозга, глубину этого повреждения, я имею в виду по местоположению в головном мозгу, сопоставить с психологическим тестированием, с психиатрическим обследованием, с неврологическим обследованием, этих людей, наверное, следовало бы собрать где-то в один интернат, разобщить их, чтобы они не общались между собой, и, конечно, подвергнуть тщательному комплексному медицинскому анализу. Это материал был бы чрезвычайно полезен для, в первую очередь, поимки таких маньяков, поговорив в первую очередь, потому что, зная структуру личности, особенности, направленность действий и поведений, можно было бы с первого преступления прогнозировать и место, и время, и характер последующих. И, конечно, с точки зрения профилактики, но, вот в профилактике мы упираемся в один момент, мы об этом уже писали, и я много об этом писал в прессе, в нашей сегодняшнего дня. Проблема в чем состоит? Вот центр, который я много лет возглавлял, разработал методы психологической диагностики личности, надежности ее поведения, в особенности отклоняющегося поведения. Все методики приняты на вооружение спецслужбах для спецотбора сотрудников. Мы когда-то предложили психологическое или психодиагностическое, точнее говоря, обследование ввести в структуру общей диспансеризации медицинской. Ну, кардиограмму все делают, все флюорографию все делают, все анализы крови сдают, ну, протестируйте человека, проблема невелика, да, нет, да, нет, да, нет, если все в порядке, пожалуйста, живи, если нет, иди на глубинное обследование к специалистам и разбирайся со специалистами в своих проблемах. Тогда правозащитники, большая часть которых мы сегодня видим, подтверждают поставленные им диагнозы еще в советское время, страшно возмутились. И до сих пор мы имеем созданный в постсоветский период совершенно неправомерный по отношению к обществу и больным закон об оказании психиатрической помощи. Психиатры не могут оказывать помощь больному, даже если он не отдает отчет в своих действиях, но не социально опасен. Он может мучиться, умирать, погибать, вешаться, не могут ему сейчас предложить помощь. Предложить могут? Предложить могут, оказать не могут, пока он не даст своего согласия. Это очень большая проблема на пути профилактики и выявления потенциальных маньяков. Это огромный тормоз. Вы сами сказали, что маньяков меньше точно становиться не будет. И подтверждение тому тот факт, что люди все больше и больше живут в больших городах и переезжают в большие города, а мегаполис это вообще благодатная среда для развития разного рода психических отклонений у людей, поскольку очень тесное общество, плотность населения большая, и общественные пороки, и так далее, и тому подобное. То есть, если людей с теми или иными видами отклонений психических будет все больше и больше, если маньяков будет все больше и больше, то каковы рецепты выживания в этой среде? Получается, что либо самому нужно становиться таким же, я утрирую, конечно, либо каким-то образом вырабатывать очень жесткие рецепты. У американцев эти рецепты одно время звучали очень коротко. Это так называемое правило трех не. Не садись человеку в машину незнакомому, не заходи с незнакомым человеком в лифт и не сажай в свою машину незнакомца, если он голосует на дороге. Вот, например, в конце 80-х, начале 90-х, эти три не, они прямо стали лозунгом американского общества после серии совершенных маньяками преступлений. Можно ли выработать такие правила в отношении нашей страны? Да, конечно. И эти три не очень правильно и очень точно позволяют защитить себя, не попасть в руки маньяка, но у нас ведь проблема сейчас сместилась в область детства. Маньяки все больше и больше зверствуют в отношении детей. И вот здесь в дополнение к этим трём нет, которые относятся ко взрослым людям, к определенной взрослой осторожности надо прибавить особенности психологического воспитания ребёнка с детского сада и безусловного контроля за ним. Вспомните случай в Томилино. Школа виновата, я это говорил и буду повторять, в убийстве этой девочки. Занятия закончились раньше. В школе все знали, что мама всегда встречает девочку и забирает её сама домой. Тем не менее, ребёнка из школы вытолкали, потому что школу надо было закрывать. Не дождались матери. Мать спускалась в лифте, а девочка поднималась к маньяку в объятии по чёрной лестнице. Она не могла ездить на лифте, и лифт её не воспринимал по её весу. Вот если мы добьёмся того, как, кстати, это во всех западных странах, школьный автобус развозит детей до подъезда. Родители могут сгруппироваться, у нас сложная жизнь, люди зарабатывают, но наверняка из 40 человек найдётся десяток родителей, которые поочерёдно смогут разводить детей по домам. Вот какие-то меры контроля и постоянного общения с детьми. Бухановский абсолютно прав, с ребёнком надо общаться ласково, добро, и устанавливать крайне доверительные отношения, чтобы не было контролем, куда ты пошёл, а чтобы ребёнок сам приходил и говорил, я иду туда, со мной мобильный телефон, я приду, я позвоню, не волнуйтесь. Вот общение с детьми, взрослым другие могут быть рекомендации, хотя и похожие, но общение с детьми должно строиться так, чтобы ребёнок всегда был в поле зрения старших, в поле зрения родителей или друзей, которые разводят детей по домам, встречают из спортивного клуба, из школы, откуда угодно. Спасибо большое, Михаил. В гостях у нас был сегодня психиатр, комменалист, психолог Михаил Виноградов. Вилюс Фучик говорил, будьте бдительны в отношении маньяков в большой политике. Я думаю, что сегодня это распространяется абсолютно на всех. Вы смотрели телеканал Саршина Скивета. С вами был Станислав Кучер. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok